В эфире Северный город, студия Анастасия Матвеева. Здравствуйте! Сегодня я и мои коллеги расскажем. Народ, не проведешь общественные слушания по депутатскому форуму, собрали неожиданно много горожан. Дорожники продемонстрировали свою готовность убирать снег в городе. Сводка дорожно-транспортных происшествий за первую неделю ноября. Школа искусств номер один открыла творческий сезон праздничным концертом. Как стать успешной и счастливой устилимским женщинам, рассказала гостья из Красноярска Лана Светлова. Меховая выставка «Шубы на расхват» предлагает проучаствовать в розыгрыше ценных подарков. Общественные слушания о снижении депутатского форума и назначенные на 11 часов утра пятницы перенесены. Жители города, желающих высказать свою гражданскую позицию по этой сомнительной инициативе народных избранников, собралось столько, что почти половина не поместилась в зале, который определили им депутаты. Несмотря на это, то ли умышленный, то ли нечаянный казус, в этот день устилимцы одержали сразу две победы. Какие именно, смотрите в нашем репортаже. Общественные слушания – это прямое, без посредников и заявления воли народа. Их проводят, чтобы сделать депутатские инициативы максимально легитимными и превратить их в полноценные нормативно-правовые акты. Обычно в нашем городе они проводятся в рабочие дни и собирают разве десяток-другой человек, и не факт, что все они действительно независимы и объективны. В этот раз горожанам предстояло одобрить или воспротивиться пресловутому проекту о понижении депутатского кворума с 14 до 11 голосов. Некоторые народные избранники, вероятно, хотели бы, чтобы все прошло как всегда, тихо, мирно, будто ничего серьезного не происходит. Сегодня здесь присутствует на удивление очень много участников. Обычно публичные слушания проходят с числом участников, которые не превышают 10, максимум 15. Вопрос резонансный, понятно. Значит, присутствуют здесь и сотрудники администрации города, и представители общественности, и жители города, сотрудники некоторых организаций. Но народ не провести. Моя точка зрения, уменьшать кворум ни в коем случае нельзя. Почему? 70% как минимум должно проголосовать. 100% никогда не соберем, но 70% соберем. Поэтому 70% депутатов должно находиться, потому как интересы населения будут ущемлены. Почему только, значит, половина депутатов выражает свое будет мнение, а остальные? Вот. Поэтому я считаю, чтобы люди не думали, что у нас в Думе существует некая коррупция, оппозиция, что обязательно те законы, которые были в 2005-м городской Думой приняты, а кворуми в 2 трети, то есть 70%, это должно быть незыблемо в интересах самих жителей города и в интересах развития города, чтобы не получилось, что некая кучка заинтересованных людей могли провести свои какие-то программы, интересы в угоду себе, но никак не жителям. Несмотря на будний день, горожане нашли время и пришли высказать свое мнение. Причем, среди собравшихся нужно увидеть не только пенсионеров. Добрая половина, если не больше, отпросилась ради этого с работы. Официально зарегистрировалось сразу 220 человек. Такого уже давно не было в Устилимске. Инициаторы снижения кворума, они же организаторы слушаний, явно растерялись. Я предполагаю, что в коридоре не так многолюдно, как здесь. Будем исходить с того, что озвученный порядок... Многолюдно. Многолюдно, да? И не слышно. И тесно. В зале не поместилось чуть ли не половина пришедших. Заполонив весь коридор первого этажа здания городской администрации. Надо перенести заседание. Давайте проголосуем. А то никто ничего не слышит. Началась импровизация. Ничего страшного нет в том, если мы даже за три часа переберемся в ДК «Дружба». Я проблемы не вижу. Юридическая проблема, ну, как бы отсутствует. Понятно, что в ДК «Дружба» прямиком из администрации пришли бы не все. Ведь многим было нужно на работу. На полном серьезе даже предлагалось провести слушание на улице. У горожан уже сложилось впечатление, что над ними попросту издеваются. И они категорически отвергли эти варианты. Чтобы собравшиеся в коридоре элементарно слышали, о чем речь, к выходу из зала перенесли динамик. Но это не решило проблему. Кроме того, выяснилось, что депутаты, которым вроде бы как по статусу полагается это уметь, не знали, как организовать процесс голосования такого количества людей. Считать ли по поднятым рукам или быстренько напечатать какие-то бюллетени. Я считаю, что это все было неправильно сделано и неорганизовано. Обычно это делать, если хотят принять решение городское от народа, то собрать в рабочий день, не в рабочий день непосредственно, а в выходной. И собрать, допустим, в ДК «Дружба», чтобы видно было и слышно, а не как здесь. Половина людей стоит на улице, половина в зале толкутся. Не слышно, ни связи, ничего. Абсолютно неправильно было сделано. Общественные слушания по злободневной теме в этот день не состоялись. Однако горожане одержали как минимум две победы. Во-первых, продемонстрировали, что они силы. И без их ведома проводить сомнительные решения у народных избранников не получится. Во-вторых, собравшиеся фактически заставили депутатов проводить подобные мероприятия в выходные дни и в нормальных помещениях. Выбор остановили на Дворце культуры «Дружба». Возможно, не ожидали присутствия столько людей, поэтому так решили. Но сейчас уже решение принято проводить такие публичные слушания в выходные дни и в помещениях, которые обеспечивают Иисусе всех людей. Зал Дворца культуры «Дружба» должен вместить всех желающих высказаться. О новой дате проведения общественных слушаний станет известно после того, как депутаты городской думы назначат ее своим решением. Мы обязательно проинформируем горожан об этом и будем следить за развитием событий. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Пустеримские дорожники готовы перейти на круглосуточный режим дежурства, как это принято у экстренных служб. Первый серьезный экзамен перед погодой им пришлось держать в минувшее воскресенье, когда несколько часов в город засыпал густой снегопад. По оценке мэрии, оба предприятия, обслуживающие дороги общего пользования, справились на твердое хорошо. Но все ли хорошо у самих подрядчиков, смотрите далее. Очисткой городских улиц в правобережье занимается местная фирма «Уи Автодор». У них на вооружении 6 погрузчиков, пескоразбрасыватели, самосвалы и так далее. Всего около 20 единиц спецтехники, в том числе чистой зимнего профиля. Один добрый затяжной снегопад может стоить каждой из них под сотни и более литров горючего. Для того, чтобы нам просыпать 100% город за один раз, нам необходимо сделать два рейса. То есть, соответственно, это где-то 6-8 кубов щебня и топливо примерно около 60 литров. То есть, нам надо просыпать 4 раза за сутки. Если зима будет снежной, могут возникнуть проблемы. По контракту фирма получила столько же, сколько и год назад. При этом цены на топливо заметно подросли. Не дешевеют и посыпные материалы, счет расхода которых ведется десятками и сотнями кубометров. Хватит ли денег на расходы и что если нет – вопрос открытый. Контракт 2018 года, что весна, что осень, без изменений по отношению к 2017 году. Поэтому есть сложности в том, что топливо дорожает по сравнению с 2017 годом. Ну вот есть в этом сложности, конечно. Кстати, то, что было в минувшее воскресенье по меркам дорожников – не стихия, а легкая разминка. Со снежными заносами на подотчетных дорогах справились быстро. Силами – всего двух из четырех имеющихся грейдеров. Однако рассчитывать на природные послабления не приходится. И дорожники готовятся в любой момент вести круглосуточное дежурство. В первую очередь чистить и посыпать будут дороги в тех местах, где проходят маршруты общественного транспорта на остановках, пешеходных переходах, перекрестках и подъемах. Одной из успокаивающих для горожан новостей стало то, что контракт с дорожными подрядчиками заключен до следующей осени. Напомним, прежде его подписывали в районе Нового года, в самый разгар работы. Нынче это обернулось неприятностью. Победитель муниципального конкурса из другого города попросту не приехал. Экстренно и не на слишком привлекательных условиях пришел на помощь, опять же, УИ «Автодор». Эту зиму полностью мы обслуживаем. А осенью, то есть там уже под вопросом, либо мы, либо кто выиграет. В мэрии, в свою очередь, не устают напоминать, что за очистку от снега дворов отвечают управляющие компании, с которыми у собственников жилья заключен договор на обслуживание. Максим Сизых и Александр Килин. Информационная программа «Северный город». За первые 8 дней ноября на территории города Устилимска и Устилимского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, 5 из них с пострадавшими. Так, 1 ноября около 7 часов утра в районе 2-го километра автодороги Устилимск, поселок Железнодорожный, 80-летний водитель автомашины «Ладогранта» допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Тойотой Ипсум». От удара иномарку развернула, и она столкнулась с попутно движущейся автомашиной. Кроме того, автомобиль виновника тоже отбросила, и он совершил повторное столкновение, но уже с «Жигулями» седьмой модели. В данном ДТП телесные повреждения получил только водитель, допустивший нарушения ПДД. О других случаях рассказала инспектор ГИБДД Алена Ещенко. 5 ноября около 8 часов утра в районе 2-го километра Катымовского шоссе 37-летняя водитель автомобиля «Хонда» при имеющихся дорожных условиях не выбрала безопасную скорость движения, допустила занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «Мазда». В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя. В тот же день, в обеденное время, 67-летний водитель автомашины «ВАЗ», двигаясь по объездной со стороны Тушамской автодороги, тоже не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с рулевым управлением, автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скания». В результате ДТП водитель легкового автомобиля с полученными травмами госпитализирован, 68-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. 8 ноября около 14 часов на Устилимском шоссе 39-летняя водитель автомашины «Тойота» в результате заноса выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилями «Лада Ларвус» и «Тойота Лан Крузер». В результате виновница ДТП с полученными травмами госпитализирована. В осенний период из-за резкой перемены температурного режима на дорогах образуется гололедица. Сотрудники ГИБДД настоятельно просят быть крайне внимательными на дорогах, особенно при переезде пешеходных переходов и перекрестков. Пешеходам также стоит проявлять бдительность и всегда контролировать отсутствие транспорта перед пересечением дорожного полотна. В далеком 1968 году в Устилимске была открыта детская музыкальная школа. За столь долгий срок она претерпела множество преобразований. На сегодня в ней действуют целых четыре направления. 3 ноября в стенах Дворца культуры имени Наймушна прошел праздничный концерт хореографического отделения Школы искусств номер один, посвященный открытию очередного творческого сезона. Сегодня хореографическое отделение Школы искусств номер один – это порядка 150 талантливых мальчишек и девчонок, высокопрофессиональный состав преподавателей и концертмейстеров, которые ведут их в сказочный мир танца, полной энергии, грации и вдохновения. Музыка Школа искусств – это не просто учреждение дополнительного образования или кружки по интересам, это мир красоты, в котором танец не просто урок, а шанс понять и полюбить один из сложнейших видов творчества. Воспитанников с раннего детства обучают разным видам танца – народным, классическим, эстрадным, современным. Занимаясь хореографией, ученики раскрывают для себя традиции, нравы, обряды, характер различных народов, их образ жизни, культуру. Музыка Школа является творческой площадкой для становления детей. Это возможность формировать красивую осанку, развить музыкальный слух, координацию, стать гибче, стройнее, увереннее в себе. Танец растит в исполнителе духовной силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. Выступления учеников Школы искусств всегда пользуются большим успехом, а концерты проходят с восторгом гостей зала, родителей и учащихся. Впереди чуть меньше года, чтобы наработать навыки, усовершенствовать свои физические возможности и заучить новые танцевальные постановки. Алена Феоктистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Бизнес-вумен, ведущая тренингов из Красноярска, Лана Светлова, бывшая жительница Устилимска, выпускница научно-образовательного комплекса «Лицей», приехала не просто погостить на родине и повидать близких, а провести несколько полезных встреч с нашими горожанами. Она поведала об ораторском искусстве и рассказала секреты, как стать счастливым человеком. Подробности далее. В современной жизни тренинг – это одна из самых популярных форм интенсивного обучения. Тренинг является одним из быстрых и эффективных методов развития личности и внутренних изменений. Лана Светлова – медийное лицо. Она имеет богатый опыт работы в теле- и радиоэфирах. Работала на авторадио, энерджи-камеди-радио, вела новостную программу, утренний кофе Сафонтова, пополам, тест-драйвер и другие. Является куратором федеральной школы радио в Красноярске. Лана – психолог-консультант в специализации отношений между полами и женская самореализация. В этом году меня сюда пригласили в управление образования выступить перед педагогами. Они проводят школу молодого педагога и разные другие там обучающие программы. И про меня узнали в Красноярске и пригласили сюда. Но я подумала, что заодно я могу и просто для всех желающих сделать свои тренинги, что можно было прийти и посмотреть, послушать. Тем более, что они недорогие, очень полезные, очень эмоционально заряженные. За несколько дней в Устилимске Светлова провела шесть встреч с жителями на самые разные и актуальные темы. Многие современные женщины ввиду различных обстоятельств не могут почувствовать себя счастливыми. Неважно, находятся они в браке или одиноке. Лана дала пару советов, как стать неприлично счастливой. Вчера делилась с девочками секретами неприличного счастья. Рассказывала о том, как жить так, чтобы чувствовать себя счастливой вне зависимости от того, есть ли у вас там муж, есть ли сейчас в вашей жизни любовь. И вообще, что происходит в этой жизни. Как вот самой по себе, без всяких вот этих подпорок, без всяких вот этих вот костылей, оставаться счастливой, уверенной в себе и привлекать в свою жизнь только счастье. Пару секретов для нас, скажите. На самом деле, самый большой, наверное, секрет состоит в том, что мы все время ждем, что кто-то придет в нашу жизнь и как-то ее изменить в лучшую сторону. А на самом деле, единственный человек, который может это сделать, это вы. И как я все время рассказываю эту шутку, не пойду к этому шарлатану-психологу, он опять скажет, что я сам во всем виноват. Я вот такой шарлатан-психолог, который возвращает людей к себе. И заставляет, ну не то чтобы заставляет, даже не знаю какое слово, рекомендует, наверное, почаще к себе обращаться с вопросами. Не вообще в пространство, а к себе, да. Чего я хочу, что меня действительно делает счастливой, что я чувствую, вот, что для меня важно. Это вот такие вопросы, которые привозят к осознанности человека. И тогда он не просто плывет по течению, а он знает, к чему стремится. Многие люди, профессии которых связаны с постоянным произношением речей, не могут обойтись без знания особого вида науки. Искусство красноречия. Можно смело утверждать, что ораторство – наиважнейший рычаг культуры. Зная его основы, люди добиваются успеха в построении своей карьеры. Я думаю, что вот эта мысль о том, что ты только сам можешь оценивать себя, во-первых, да. И это все – поведение, мысли, эмоции, поступки, да. Вот то, что ты верховный судья самому себе, единственный причем. Причем слово «судья» не в смысле осуждающий, а в смысле решающий, прав ты или неправ, да, в этой ситуации. Если ты меньше начнешь обращать внимание на мнение чужих людей, хотя это закладывается воспитанием на подкорку, ну надо вот как-то с этим, да, вот я сейчас что-то делаю, потому что я этого хочу, или потому что я это делаю, чтобы меня не осудили, или не делаю, потому что боюсь, что меня осудят. Это тоже очень важный вопрос, это вопрос к самому себе, опять же. Так вот, чем больше вопросов к себе, про свою уверенность в себе, тем проще. Ну, а еще я считаю, что не все люди должны выступать на людях. Ну вот есть люди, которым это не дано, да, я, например, не балерина, ну я же не страдаю от этого. Но есть большинство людей, могут от этого даже получать удовольствие. Вот если получаешь удовольствие, то надо выступать. И последнее, мне как-то спросили, дайте один единственный совет, что делать, чтобы отлично выступать публично. Я сказала выступать. Ну, это вот как тренировка в спортзале, да, тренируешься стройный, не тренируешься не стройный. Поэтому ошибайтесь, делайте выводы. Но если прямо нравится и надо, то надо выступать. И будет получаться все лучше и лучше. Такая активная форма усвоения знаний, познания себя, окружающего мира, формирования отдельных умений и навыков оказалась по душе устилимцам. Если вдруг вам не удалось поприсутствовать на ее семинарах, можете разыскать Лану Светлову в социальных сетях и пообщаться с ней лично. Люди хорошо идут на контакт, люди хорошо реагируют и уходят заряженные. Мне вот пишут в Инстаграм всякие отзывы приятные о том, что спасибо, вы такая позитивная, такая энергичная, ушла заряженная с вашего тренинга вчерашнего. Мне это очень приятно, конечно, спасибо большое за это. Когда вы к нам еще раз приедете? Ну, я как мама первоклассника привязана к каникулам, поэтому в какие-нибудь каникулы я непременно опять приеду с этим. С удовольствием еще раз отзоветесь, если пригласят. Да, конечно. Ну, в любом случае я доступна во всех соцсетях, и если прям сильно надо, то со мной можно легко пообщаться. Я открыта к любому общению, да, и консультирую по скайпу. Так что welcome. Сейчас же мир без границ. Да, то есть можно с вами связаться посредством социальных сетей. Ладно, Светлова, Красноярска. Поисковик выдает первую ссылку на все мои соцсети сразу. Развивайтесь, самосовершенствуйтесь, добивайтесь поставленных целей, и тогда вы будете по-настоящему счастливы и довольны своей жизнью. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». В Усть-Илимск вновь приехала меховая выставка «Шубы на расхват». Побывав на ней и приобретя какое-либо изделие, вы можете стать обладателем ценных подарков. А это LCD-телевизор и даже автомобиль. Подробности акции в следующем материале. В современных коллекциях на зиму 2018 года предложены сотни вариантов роскошных меховых изделий. Натуральные и искусственные меха заполонили подиумы. Они не только не потеряли своего шарма, но и приобрели огромную популярность и антураж. На Кировской выставке «Шубы на расхват» представлено более полутора тысяч шуб, дубленок, парок, шапок, жилетов и есть даже павлопосадские платки с отделкой из меха. Качество, разумеется, подтверждено гарантией и сертификатами. Цены в ноябре остались низкими, как летом, поэтому у вас еще есть шанс купить шубу выгодно. На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток. А на коллекцию прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. И главная новость. При покупке шубы каждая женщина может выиграть автомобиль Lada X-Ray, либо LCD-телевизор с изогнутым экраном, или сертификат на покупку шубы. Призов у нас много, шанс выиграть довольно велик, поэтому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша, чтобы успеть стать его участником. Приходите на выставку «Шубы на расхват» 10 и 11 ноября в ДК имени Наймушина. 12-13 в ГДК «Дружба» с 10 до 19 часов. На этом наш выпуск завершен. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших всем выходных! Субтитры подогнал «Симон»!